Блокбастер по-уральски. Голливудский режиссер Стивен Спилберг получит от наших туристов предложение на миллион. Такова цена главного героя, останков доисторического ящера, который обнаружили в Ямальской тундре. Предполагаемый возраст находки также может исчисляться в миллионах лет. Правда, есть в этой истории камень преткновения, выяснила Мария Нойкова. Представляете, нечто подобное снять у нас на полярном Урале. В Голливуде парк, а на Урале – тундра юрского периода. Свердловские туристы мечтают о продолжении знаменитого фильма о динозаврах, основанном на реальных событиях и с местным колоритом. Новый блокбастер, конечно же, должен снять Стивен Спилберг. Правда, режиссер об этом пока не знает. Другое место – Спилберг. Во время сплава мы нашли окаменелость, которая очень напоминает динозавра. В общем-то, находка весит порядка 300 килограмм, и нам необходима такая-то сумма для того, чтобы скомплектовать экспедицию. Занаграждение гарантируем эксклюзивные права на съемку видеофильма о Янао. Главный герой новой ленты, хоть игровой, хоть документальной – череп древнего ящера. О него еще летом споткнулись местные путешественники. Но вывести находку из ямальской тундры пока не получается. Неподъемно не окаменелость, а цена научных разработок. Нужен почти миллион рублей. Вкладываться в это дело никто не спешит, ведь до сих пор не ясно, камень это или все же череп динозавра. Сами исследователи уверены. Второе. Провисованы зубы, чувствуются грани зубов. Зубы находки смотрела даже палеонтолог. Но, говорит, без проб определить динозавр ли это нельзя. А откалывать кусочки для экспертиз – боязно. Вдруг правда череп. Он может принадлежать водоплавающему ящеру, который жил примерно 120 миллионов лет назад. С местными мансиями разговаривали, с местными оленеводными общаемся. Говорят, что так или иначе частенько они находят какие-то костные отложения. Но костные отложения не на реках, как правило, а в тундровищах. То есть это на тундрах, то есть в горах и так далее. Ну, опять же, обманывать им или придумывать смысла нет особого. Вернуться к своему полезному ископаемому туристы собираются весной, когда еще будет лежать лед. Возможно, получится излечь не только череп, но и весь скелет. Если это действительно останки, то они станут сенсацией, ведь на Полярном Урале динозавры не жили. Мария Новикова, Новости 41-го канала.